12 июня в России прошли антикоррупционные митинги в разных городах. На протест вышли тысячи человек. Активисты призывали власть улучшить ситуацию в стране. Президент России Владимир Путин назвал протесты саморекламой оппозиции. Санкт-Петербург, 12 июня. На митинг против коррупции пришло более 6 тысяч человек. А это Москва. В тот же день митингующие скандируют позор в сторону российских правоохранителей. Полиция арестовала более 800 человек. Свыше сотни из них несовершеннолетние. Массовые задержания участников митингов против коррупции по всей России могут сыграть злую шутку с Кремлем, считают эксперты. Здесь мы можем провести параллели с украинским Майданом, когда разгон студентов и стал тем катализатором революции достоинства. Либеральный консенсус, который в России сформировался, разрушен. Люди потихоньку выходят из так называемого гипноза. Правительство РФ пытается всеми способами это замедлить, но уже очевидно, что в политику России входят новые субъекты. Главный промах Кремля – провальная оборонная тактика. Подобная реакция власти на митинги народа только повысит градус ненависти среди населения. Также, по мнению экспертов, именно действующая власть была инициатором создания антимитинговой песни небезызвестной российской певицы. Интернет-пользователи вынесли свой вердикт этому произведению. Почти 300 тысяч дизлайков против 17 тысяч пальцев вверх. Какая будет дальнейшая реакция российской общественности на происходящее в стране, трудно предугадать даже экспертам. Лидера и организатора антикоррупционного митинга Алексея Навального еще 12 июня приговорили к 30 суткам ареста. А его координатора Александра Вилова российские силовики задержали сегодня утром. Владимир Кросов, Руслан Белозеров, UATV.